Блеснули мастерством и завоевали медали. Сегодня глава республики встретился с призерами и победителями национального чемпионата молодые профессионалы. Из Казани сборная Чувашии привезла 9 медалей, в их копилке 2 золота. Сборная команды Чувашской республики в полном составе. В медальном зачете ребятам удалось занять 16 место среди 82 регионов России. После дегустации высшие баллы. Софья Афанасьева стала первой в компетенции кондитерское дело. Девушка признается, что на чемпионате старалась экспериментировать. Задачу перед участниками поставили непростую. В первый день я изготавливала шоколадную скульптуру, макаронс, 14-15 порций миниатюр. Изготавливала модуль, у нас был миниатюр, это лепка из моделл паста. И у нас были конфеты корпусные, конфеты нарезные в первый день. Во второй день я изготавливала карамельную скульптуру метра до метра высотой. Спасибо большое моим преподавателям, моим наставникам за их опыт, за их знания, которые они мне дают. Среди золотых медалистов чемпионата и Николай Алексеев. Студент Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства изучает печное дело. Когда работал, старался не обращать внимания на других участников. Сосредоточился на своей работе, собрал кирпичи. Тяжело было очень, пришлось попотеть очень сильно. Студенты экономика технологического колледжа, будущие спасатели, в десятке лучших команд. Они получили медальоны чемпионата, а сегодня глава республики вручил ребятам благодарности и памятные часы. Необходимо было преодолеть полосу препятствий, провести боевое развертывание с установкой боевого автомобиля на гидрант. Нужно было натянуть полосу переправу, чтобы перебраться, команда перебралась на другую сторону. Был альпинизм у нас. К национальному чемпионату подготовились основательно. Это показали итоги. В прошлом году ребятам удалось завоевать семь медалей, в этом уже девять. Наставники сборной признаются, конкуренция была высокой. Конечно, в этом году отборочные соревнования, например, региональные, у нас чемпионат в феврале прошел. Отборочные соревнования завершились поздно. Временно подготовка была, так случилось, что было недостаточно. Но, тем не менее, вы сделали все, что смогли. На определенные свои силы и возможности. У нас впервые попали такие компетенции, как инженерный дизайн, токарная работа, фрезерная работа. Впервые мы попали в юниорскую ветку, привезли это сантехника и отопление и рестораны сервисы. Глава республики отметил, что на развитие профессионального образования в ближайшие годы направят порядка одного миллиарда рублей. В техникумах и колледжах создадут еще более 90 современных лабораторий и мастерских. Для региона это приоритет. Экономике необходимы квалифицированные специалисты. Это, прежде всего, удовлетворение рынка, труда, спрос работодателей. Это очень важно. И те победители, конечно, вы уже личности, вы уже где-то на учете наших работодателей. У вас уже появились прекрасные возможности для самоверизации. Ежегодно, и вчера, и сегодня, и завтра мы, как обращали, так и будем обращать внимание, вкладываем деньги для того, чтобы появились новые лаборатории, появились места и условия для прохождения соответствующей практики. Я очень рада, что именно в Чувашской республике находится техникум технологии питания и коммерции. В этом техникум замечательный руководитель, потрясающий преподаватель, лаборатория с новым оборудованием. Победители и призеры получат еще и денежные премии. Ребята признаются, что развиваться дальше – стимул большой. Впереди 45-й чемпионат мира WorldSkills. Он пройдет летом тоже в Казани. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.